Доброго времени суток всем, кто слушает и смотрит нас в это самое мгновение, в последний рабочий день. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Николай Дукмас, это Открытая Студия, совместный проект Arctic TV и Радио Рекорд. Сегодня у нас в гостях руководитель технопарка Кванториум Елена Бекришева. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, прежде чем озвучить сегодняшнюю тематику, которую уже частично можно было угадать из, так скажем, представленных регалий и титулов, я сразу же обращусь ко всем, кто присоединился к нашему вещанию, дабы рассказать, как с нами можно связаться. Открытая студия выходит в прямом эфире, и в следующие 28 минут мы будем с вами на прямом контакте. Телефон студии 994545 на случай, если у вас возникнут вопросы к нашему гостю или свои комментарии по тематике. Также мы можем использовать вместе с вами, с огромным удобством и удовольствием, наши интернет-мессенджеры. Телеграмм, вайбер и ватсап привязаны к номеру плюс 7 921 708 2006. Ну а необыкновенной, на мой взгляд, и очень любопытной темой сегодняшней беседы станет именно детский технопарк с загадочным названием Кванториум. Вот о нем, о его работе, о его истории, о его специфике, что он из себя представляет и что предлагает, мы и хотим с вами сегодня, Елена, пообщаться. Вот максимально разносторонне и всеобъемлющей, насколько нам позволит тайминг программы. Для начала мы хотели бы узнать, что под собой скрывает название Кванториум, что это такое? Детский технопарк Кванториум – это уникальная площадка для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. У нас технопарк самый северный среди 89 технопарков, которые расположены на территории Российской Федерации. И, кстати, очень часто спрашивают, какое странное наименование Кванториум. Как вы понимаете, произошло название от Квант. Квант – это такая фундаментальная единица, это частичка энергии открытия и прогресса. В столице Кольского Заполярья детский технопарк открыт с октября 2017 года и базируется на территории Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». Их всего 89 штук по всей России. Это не так много для нашей огромной страны, которая занимается целый континент практически. И с 2017 года он появился у нас. Давайте сразу. Любопытный вопрос, который возникает в голове, когда впервые слышишь о Кванториуме, что он из себя представляет. Исходя из описания, моя бурная, местами воспаленная фантазия сразу представляет собой эдакую детскую версию Церна, где детишки ищут детскую версию Бозона Хиггса и пытаются понять построение Вселенной, изометрию, теорию струн и так далее. Но я понимаю, что речь идет больше не о теоретической части изучения глубокой физики. Мы говорим именно о технологии, о прямом контакте, о создании чего-то. Вот можно именно о контенте чуточку подробнее? Ну, смотрите, у нас на территории Кванториума существует шесть образовательных направлений. Это промробоквантум, это IT-квантум, это биоквантум, это геоквантум, промдизайн-квантум и хай-тек. А хай-тек без квантума? Без квантума, да. И там расположено высокотехнологичное оборудование, где дети реализуют свои проекты под руководством наставников. И, собственно говоря, здесь как раз развивается продуктовое мышление у детей и развивается умение работать в команде. Ну, мы по каждому пункту успеем сегодня пообщаться, я думаю, чуточку подробнее. А чья это была инициатива в Мурманск привнести вот такую необычную вещь, как Кванториум? Инициатива у нас исходила, получается, с Москвы. И в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» значит, Мурманская область вошла в перечень субъектов Российской Федерации как получатель федеральной субсидии. И из федерального и регионального субъектов нам было передано более 100 миллионов на ремонт, брендирование и, собственно говоря, закупку оборудования. То есть, все-таки мы пришли к тому моменту, вот на 2017, и сейчас, там, два года спустя, уже почти три, да, 2019, на его конец, пришли к тому моменту, когда дети говорят, что они хотят не только стать космонавтом или поваром или защитником отечества, но дети хотят еще познать азы высокой робоинженерии, хотят создавать новые продукты, новые миры, подключаться к IT-технологиям. В общем, для тех, чье образное мышление выходит из-за предела творчества под пониманием классического, там, художественное произведение, написание картины или, там, создание и произведение иного рода, для тех, кто хочет воображать в рамках 21 века. То есть, можно даже сказать, что родители-футуристы теперь могут спать спокойно и счастливо улыбаться, потому что их ребенку есть где обучаться всему необходимому, есть где создавать. Да, безусловно. Еще хотелось бы отметить относительно образовательных программ, которые реализуются на базе Кванториума. Смотрите, они разбиты на несколько модулей, то есть по сложности. Первый модуль называется у нас нулевой, мы его называем нулевая линия. Здесь, собственно говоря, ну это порядка 72 часов программа, и в этом вводном модуле дети у нас учатся сначала делать что-то своими руками, пользоваться оборудованием, приборами, так скажем, прокачивают свои hard skills, навыки. Опыт лепки из пластилина здесь поможет? Ну, на каких-то, например, на промдизайне почему нет. Далее они учатся командной работе, именно определять свою роль в команде, учатся сочувствовать друг другу, помогать друг другу, так скажем, они прокачивают soft skills, свои навыки. После нулевой линии у нас у ребёнка два пути, то есть, значит, это может быть зачисление на базовый уровень, это первая линия. Или завод. Ну, до завода ещё надо дорасти, либо, собственно говоря, ну там проходит входное тестирование, либо ребёнок может поменять Кванту. То есть, смотрите, чем интересна идеология Квантуриума, тем, что ребёнок может себя попробовать разных ипостасей. То есть, ребёнок пришёл, например, на нулевую линию промдизайна, попробовал себя, что-то ему не понравилось, он отучился на нулевой линии и перешёл, предположим, в биоквантум. То есть, здесь себя дети могут найти. То есть, нулевая линия – это такой общий базис, ознакомление со всеми первичными навыками, понятие того, как это будет происходить в дальнейшем, как устраивается работа. Они начинают пробовать, так скажем. После чего, когда уже на кончиках пальцев попробовал для себя этот опыт, или, как правильно говорить, если у нас уж используется Квантуриум, после этого экспириенсы необыкновенного, да, у ребёнка есть возможность выбрать уже отдельное квантум, отдельное направление. Совершенно верно. То есть, у ребёнка есть выбор. Хотелось бы тоже отметить, что обучение в Квантуриуме, оно бесплатное. Кроме непосредственно самих базирующих квантумов, у нас можно обучаться техническому английскому языку. Также у нас есть квантошахматы. Квантошахматы? Квантошахматы. И всё это бесплатно. Дети… Простите, вы хотите просто произнести квантошахматы в эфире и пойти дальше? Я очень хочу знать, квантошахматы. Ну, это шахматы, то есть, помимо основных программ, которые дети… Тут идёт ещё развитие. Не только развитие в каких-то биоквантуме, промробоквантуме. Плюс развивается логическое мышление вот как раз за счёт квантошахмат. И развивается… да, ребята у нас представляют за счёт реализации технического иностранного. Они многие проекты представляют жюри, используя иностранный язык. Это очень круто. Всё же, извините, у нас просто очень сильная по Северо-Западу шахматная школа в нашем городе. Ну, на самом деле, она очень сильна, и чемпионы и по России, и по миру не раз отмечали таланты именно людей из Мурманска и Мурманской области. Поэтому о шахматах мы знаем, ну, не по верхам. Просто очень любопытно, хотя бы в двух словах, квантум шахматы. Чем они отличаются? Дети играют частицами? Нет, особо они ничем не отличаются. Это просто ещё подспорье… Всё, я понял. То есть, это как брендированная марочка такая дополнительная. Ну, можно так назвать, да. Это как «Квантум кофе-брейк» назвать, если в рамках «Квантума» мы пойдём на кофе-брейк. Совершенно верно. Всё, теперь я понял. Я уже представил себе, как они в каких-то очках виртуальной реальности передвигают планеты в виде изображения чего-то такого на виртуальном пространстве. Но, видимо, пересмотрел фантастики. Вернёмся к реальности. Да, ещё часто задают вопросы родители относительно того, что мы берём, предположим, на нулевую линию, да, то есть в самом начале детей по какому-то тестированию. Нет, этого нету. Никакого индивидуального тестирования к детям, его нет. То есть вам нужно просто попасть к нам на день открытых дверей, который вот у нас был 28 апреля, и записаться. Всё. А дальше… А о каком возрасте мы говорим? Мы говорим, смотрите, образовательные программы Кванториума рассчитаны для возрастного ценза от 10 до 18 лет. На некоторые программы детей берут с 12, в зависимости от сложности оборудования. Но про детей, собственно говоря, младше 10 лет мы тоже не забываем. У нас есть такой некий инкубатор. Мы подготавливаем там детей маленьких к последующему обучению в Кванториуме. Там они учатся по таким программам, как лего-конструирование, волшебный мир лего-красок. То есть начинают… От мелкой моторики пальцев, да? Ну да, да. То есть обучаются каким-то вот первым принципам работы с простейшими основными механизмами. Вот так назовём. Я, наверное, должна сказать, что Кванториум у нас… Во всех мероприятиях, вакантных местах мы оперативно размещаем информацию на официальном сайте и Лапландии, и Кванториума в сети интернет. Также мы есть в соцсетях, ВКонтакте, в Инстаграме. Назову, наверное, телефоны на всякий пожарный. Телефон 4109-91 – это Кванториум. И 4349-69 – это приёмная самой Лапландии. Скажите, пожалуйста, 28 апреля ежегодно? Ну, это было… Мы обычно всегда даём рекламу об этом, что у нас день открытых дверей. Ну, как правило, это апрель месяц, да, где-то к концу. А день открытых дверей, да, у нас родители приходят и записываются в разные отделения, в частности, в Кванториум. Ну, это в любом случае середина весны каждого года остаётся. Да, да. Скажите, а количество мест, оно, как правило, ограничено? Оно ограничено, да. То есть это 12 человек в группе, вот. Но, смотрите, так как вот получается нулевая группа, она обучается около трёх месяцев, где-то так получается. Да, где-то так получается. И поэтому вот с января мы уже будем… Вот сейчас мы набрали группу, и с января будет следующее. То есть, в принципе, попасть-то к нам можно, если вовремя записаться, да. Просто вы сказали, что какого-то вступительного тестирования нет, но получается всё равно… Желающих очень много. Вот, я о том и говорю. Тут принцип первенства, да, кто первый встал, того и, так сказать, станок из технического оборудования. Да, да, совершенно верно. Главное – поторопиться в этом направлении. Да, да. Ещё хочу сказать про наших партнёров. Погодите, про партнёров успеем. У нас ещё много времени впереди, но буквально через минутку у нас уже стартует рекламный ролик. Да, и в течение полутора минут, к сожалению, вещать на тему Кванториума мы не сможем. Поэтому прямо сейчас, пока реклама не началась, я напомню нашим радиослушателям, а также молодым родителям потенциальных гениев области электронной и компьютерной инженерии, напомню контактные данные, как можно связаться не с Кванториумом, но с открытой студией, если у вас есть вопрос к нашему гостю или свой комментарий по теме. Телефон студии 994545, наши интернет-мессенджеры Телеграм, Вайбер и Ватсап привязаны к номеру 7-921-708-2006. Принимаем ваши сообщения, с удовольствием зачитаем в прямом эфире и оставшееся время программы узнаем ещё больше, так как вопросов ещё миллион у нас, о детском технопарке Кванториум. Пока лишь посоветую не переключать FM-волну и свой телеканал, буквально через полторы минутки мы с удовольствием вернёмся к вам в эфир. Продолжает свой эфир, своё вещание, открытая студия, совместный проект Радио Рекорды, телеканала Артик ТВ. Меня зовут Николай Дукмас, в гостях у нас сегодня Лена Бекрышева, руководитель детского технопарка Кванториум. В первой плане программы мы узнали, что он из себя представляет, на что он условно разбит изнутри, если мы говорим про этапы и направление творческой деятельности для детей, и какой возрастной контингент допускается. Для тех, кто только что присоединился к эфиру, с радостью напомню, что речь идёт в первую очередь от целевой группы детей от 10 до 18 лет, но и для тех, кто младше 10 лет, также есть возможность присоединиться к большой группе детей, которые, возможно, найдут себя именно в этом необычном направлении труда и творчества. Запись в этом году уже была весной, однако в январе для тех, кто не попал или не успел, или просто почему-то не знал, не следил за информацией, будет возможность также присоединиться к этим группам. Вы рассказали нам о том, что есть нулевая линия, и это для тех, кто, опять же, пропустил начало, нулевая линия, это общая вводная практическая часть, где наш будущий талант понимает, осознаёт, что, как будет происходить, какие-то определённые базовые знания и навыки, после чего перед ним открывается перспектива выбора так называемых отделений квантов. Вот о них хотелось бы поподробнее о работах, которые там дети будут осуществлять, исходя из там своей фантазии и технических задач наставников. Вот об этом можно узнать. Ну, смотрите, я, наверное, повторюсь, да, какие квантумы у нас открыты. Это IT-квантум, это био-квантум, это пром-дизайн-квантум, это пром-робо-квантум, гео-квантум и хай-тек. Да, 5 квантумов и хай-тек. Что они из себя представляют и какой заинтересует ребёнка, что он там будет делать? Вот об этом бы хотелось бы хотя бы в двух словах по верхам узнать. Вот смотрите, каждый квантум, я как уже говорила, оснащён у нас высокотехнологичным оборудованием. Оборудование технопарка может использоваться для всех уровней образования, а также для предприятий. Например, лаборатория био-квантума у нас позволяет проводить различные исследования, используя биологические, медицинские, инженерные технологии. Микроскопы, которые у нас расположены на био-квантуме, настолько мощные, что у нас там даже можно заниматься генной инженерией. Вы серьёзно? Серьёзно, абсолютно. Хай-тек укомплектован у нас 3D-принтерами и станками ЧПУ. Это лазерные и фрезерные станки, которые управляются с помощью компьютера. Пром-дизайн квантум оснащён различными профессиональными графическими планшетами, 3D-принтерами, рабочими станциями с мощными процессорами и видеокартами. Гео-квантум, понятно, это квадрокоптеры, это планшеты, из которых управляются квадрокоптеры, это виртуальные очки, это модули спутниковой навигации. В IT-квантуме у нас есть всё необходимое оборудование для прототипирования электронных устройств на основе различных платформ. Что вы имеете в виду? Я стараюсь выражением лица в эфире делать вид, что я не чувствую себя на китайской конференции, но всё-таки дополнительно вопрос. Это программирование различных программ. Сознаняется программ, приложения и прочее. Совершенно верно. Для юных робототехников у нас закуплены различные образовательные комплексы, которые ребята могут делать различные конструкции. Например, вот у нас был кейс, заказ от северо-западной фосфорной компании. Дети делали такой конвейерный комплекс для транспортировки руды. Да, это выглядит очень здорово. Эффектно, скажем так. То, что раньше мы могли наблюдать только в федеральных репортажах об открытой двери в Сколково, сейчас можно воочию наблюдать и даже присоединиться вместе со своим чатом. Чем дольше вы говорите, тем больше я представляю, по-хорошему, абсолютно без иронии, эдакие дети шпионов в городе Мурманск. Дети в биоотделении изучают стволовые клетки 12-летние, здесь 14-летние создают транспортировку руды. За всем этим наблюдают другие с квадрокоптером и очками. Пока взаимодействие всех этих четырех элементов программирует для вашего смартфона еще один выпускник Кванториума. Звучит потрясающе. И на самом деле даже немножечко дух захватывает от того, что все это не, как знаете, условно-показательная практика, когда приезжает какая-нибудь робовыставка. И де-факто нам показывают пять экспонатов, запрограммированных на одни определенные действия. За этим весело понаблюдать, с этим забавно пофотографироваться, особенно если робот считывает какие-то голосовые команды. Но это забавно на 20 минут максимум. После этого и взрослому ребенку становится скучным, он разворачивается, выходит, следующий платит билет, аттракцион, продолжается. Здесь мы говорим, чтобы было представление у каждого, кто сейчас слушает и смотрит, открытую студию, здесь мы говорим не об аттракционном маршруте, мы говорим именно об теории и практике, об образовательном процессе и о навыках, которые получит ребенок, которым он в действительности может воспользоваться в будущем, в свою уже взрослой деятельность. Причем по совершенно уникальному направлению. К слову говоря, о перспективах. Есть по окончанию прохождения вот этих всех курсов к монотвориму какие-то сертификаты, может быть, дипломы или сразу забирают создатели, рудокопы сразу забирают детей в свой рабочий штат, чтобы они делали вот эти транспортировщики? Ну, смотрите, дети уже, учась у нас, со школьной скамьи понимают, где какая профессия им может пригодиться. И мы хотим, чтобы у ребенка было четкое представление, как он должен действовать, куда ему пойти, какие шаги он должен предпринять, как реализовать его самую интересную идею. Мы вот в том году получили патент, у нас ребенок с наставником, вот ребенок получил, он делал энергономичную ручку, она такая специальная удобная ручка, чтобы для дошкольников было удобно писать, а для людей с ОВЗ, и они получили патент и сейчас работают уже над брендированием этой ручки. То есть, велика вероятность того, что эта ручка пойдет в производство официально? Ну, тут уже, да, совершенно верно. Невероятно. Ну, вот, факт. А сколько было лет, не наставнику, нет, сколько было лет ребенку? Ой, они начали, они начали это, сколько ему там было лет? Ну, вот не скажу, нет, он относительно небольшой, то есть, они начали с ним года два, они, наверное, ее делают. Я правильно понимаю, что помимо, то есть, когда мы говорим о каждом кванте, кванториуме, нам дает, ребенка дает не только представление по определенному образцу. Ну, вот, вам надо сделать там механического паука, или вам надо сделать вот такое-то приложение, делаешь и все, мы поехали дальше. Есть возможность именно развития своей собственной идеи? Есть, конечно, есть. Такая идея есть. Вот у нас еще вот можно рассказать про Алину Ахтариеву, которая у нас занимается в биоквантуме. Она всерьез увлеклась темой биогенного освещения городов. Она разработала специальную технологию, спроектировала модель прибора, подобрала необходимые микроорганизмы с учетом погодных условий родного края и даже подготовила бизнес-план. И, по сути, вот эта вот разработка, она поможет модернизировать систему уличного освещения и экономить электроэнергию. Со своим проектом она выходила, выступала на фестивале «Наука 0+,» представляла свою работу на суд профильного министерства, экспертов ЖКХ и руководства коммунальной отрасли. Думаю, только руководство коммунальной отрасли было, они в восторге от этой задумки. Ну, таких ребят, таких самородков у нас очень много, и мы ими очень гордимся, потому что, ну, действительно, ребята есть уникальные. Если вы, дорогие друзья, думали, что ветряная мельница – это вершина необычной конструкции относительно сохранения и экономии электричества, то биогенная электроэнергия… Биогенное освещение городов. Биогенное освещение городов. Задумайтесь, дорогие друзья, к какому возрасту вы впервые услышали эту фразу и сколько лет было Алине, когда она разработала этот проект. Потрясающе. Таких я так… таких уникумов много. Таких уникумов у нас много. И, например, вот сейчас мы, ну, гордимся, безусловно, успехами наших воспитанников. Вот в следующие выходные наш квантарианец отправится в инновационный центр… Простите, квантарианец? Квантарианцы, мы их называем квантарианцы, да. Дистрик приветствует тебя. Мы отправляем… он едет у нас в инновационный центр «Сколково» и представляет свой проект в полуфинале всероссийского конкурса инновационных проектов и разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв». И эту путевку он выиграл, победив на профильной смене в «Орленке». То есть, уровень… Действительно, серьезный уровень. Я вот только вскользь упомянул о «Сколково», и, пожалуйста, уже квантарианец отправляется туда. Про «Сколково». Наши педагоги все проходят повышение квалификации. Как правило, они проходят повышение квалификации, которое организует фонд, который курирует, так скажем, кванториумы по всей территории. И как раз вот повышение квалификации «Сколково». То есть, все серьезно. Все серьезно. Это не просто с почемучкой сидят ребята и… Вы это в обязательном порядке, да. Вы знаете, вопросов остается неимоверное количество, и, к сожалению, нерезиновое время не позволяет мне сформулировать каждое из них в полном масштабе в красках. Но все-таки один еще не так сильно связан с технологиями я бы хотел задать. Дюжа, любопытно. Есть какой-то, не то что приоритет, а, как показывает статистика, кто больше стремится попасть в кванториум, мальчики или девочки? Ну, наверное, все-таки мальчики. Все-таки мальчики. Все-таки мальчики. Хотя девочек больше на биоквантуме, например. И в промдизайне. То есть вот эти вот механизмы, отвертки и давайте сделаем что-нибудь на 3D-принтере, все-таки парни больше хотят. Ну, в промробу у нас девочки есть. И есть девочки, которые прямо достигают приличных успехов. Пока не забыла. У нас же еще существует, когда вот родители иногда ругаются, что не могут попасть к нам, переживают, как бы вот записать ребенка. Надо отметить, что мы организуем инженерные каникулы. В каникулярное время, когда все дети отдыхают, мы проводим такие интенсивы под руководством наших наставников. Дети учатся создавать в течение недели какой-то проект. Плюс у них проходят различные экскурсии, мастер-классы. Ирина, а когда эти каникулы проходят? Обычно во время, когда в школах каникулы. Да, мы размещаем эту информацию везде, поэтому записываться родители могут. Дорогие друзья, вся информация есть в интернете, есть в соцсетях. Номер конкретно Кванториума 470991. 410991. 410991. Также можете все узнать в январе, следующий день открытых дверей. Даже в декабрь, в ноябрь можно уже звонить, спрашивать. Да, и если ваш чад ближе к 10 или уже попадает в возрастный контингент с 10 до 18, на самом деле, всячески рекомендуем сходить посмотреть. Убеждены на 100%, что практически каждому из них захочется попробовать свои силы в одном из предложенных направлений. К сожалению, мы уже выбежали за эфирные пределы, поэтому вынуждены попрощаться с нами со всеми, пожелать замечательных выходных нашим радиослушателям и телезрителям и, конечно же, их детям огромного творческого вдохновения. Спасибо большое за визит. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Открытая студия